Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня это теплое, доброе, веселое, такое яркое, радостное утро понедельника начинает наш коллега из Рязани, Алготрейдер Александр Баранчук. Александр, приветствуем вас! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Игорь Николаевич! Давайте посмотрим, что у нас может быть сегодня интересного на нашем рынке. Делаем демонстрацию. Давайте посмотрим. Так, пошла демонстрация. Бежит, бежит. Добежала, видим хорошо. Отлично, давайте начнем сначала с нашего срочного рынка. РТС у нас, соответственно, в моменте у нас сегодняшний день идет пока рост. Открылся тоже с ростом. Пока что рост тоже развивается. Вполне возможно, что продолжат дальше. Ближайший я выделил бы район, где не 128,500-129,000. По самому фьючерсу на индекс. Но сам именно с текущих не полезу. Не люблю вот именно после таких вот открытий прямо вот двигаться в движение, когда много достаточно уже прошло. Вот. Поэтому дойдет хорошо, но сам не полезу. Далее у нас фьючерс на Сбир. Картина похожа, но, соответственно, прошли мы с открытия с ГЭПом меньше. Пока что стоим. Пока присматриваюсь, честно говоря, за вот, собственно, за происходящим. Пока не вхожу. Как бы тут немножко вижу двоякость есть. Вполне возможно, даже отсюда и можем вниз продолжить. А можем продолжить вверх. Ну, чисто именно так вижу, как говорят, я художник, я так вижу. Вот. То есть, может быть, там пятая точка подсказывает, так скажем. Поэтому не лезу. Фьючерс на Газпром, на акции Газпрома. Сейчас откроется. Так, почему не видно? О! Да, открылось отлично. Так, значит, у нас в целом картина тоже похожа на предыдущие два актива. Скорее всего, возможен дальнейший рост в район, может, 18-700. Но тоже, как бы, на мой взгляд, надо за текущих покупать со спекулятивной целью не очень. Поэтому тоже не полезу. Как бы, наверное, рекомендую подождать всем. Так, и что у нас, а? Фьючерс на БАКС. На той неделе достаточно хорошо мы отросли. Сегодня открылся, соответственно, он, так как корреляция есть с падением. Но я думаю, что вполне он может сходить в район, может, 75-500 в ближайшее время. Может быть, как бы, даже до сегодня, но ближе до Америки. Но в целом, я думаю, что цель такая может быть оправдана. Вот. Ну и наблюдаю тоже с текущих, что происходит, пока стоим. Возможно, буду его брать и, может быть, даже попробую через опционы на той неделе. Потому что получилось очень хорошо. Купить опционы там с экспирацией. С 17-го этого сентября заходил вот где-то вот в этом месте. То есть открыл в пятницу. То есть получилось достаточно хорошо. Чуть больше, чем удвоение удалось словить. Почему? Ну, именно на вложенные деньги, чему я очень рад. Вот. Пока что наблюдаю здесь, что происходит. Далее. Далее у нас еще остается актив. Это нефть. Сейчас она загрузится. Так, нефть загружается. Нефть загружается. А так, а что сегодня так медленно? Это биржа, брокер там, да? Или что это такое? Не, я думаю, это все-таки связь. Все-таки связь. Работает нормально. Все хорошо. Смотрим. Нефть у нас пока открылись. Стоим. Ренджики. Смотрим. В принципе, тоже ситуация похожа, как на... Вообще, что происходит и с другими активами. Я бы выбрал, наверное, тоже выжидательную позицию. То есть, сегодня получается больше день выжиданий. Но из всего, что я бы посмотрел, это возможный лонг по фьючерсу на бакс. То есть, наверное, центральная идея у меня. В сравнении с остальными активами. Вот. Поэтому буду его смотреть, наблюдать. Как он будет себя тут вести. Но, в принципе, может быть, возьму через опционы. Может быть, через фьючерс. Пока еще. Посмотрим. Посмотрим. Вот. Значит, это по нашему рынку. Сейчас посмотрим вопросы. Долгосрок, нефть. Спрашивают, куда я вижу нефть, долгосрок. Да, Алекс спрашивает, куда. Александр, куда видите нефть в долгосрочку? Север подсказывает проем Плинтуса. Ну, на самом деле, я больше склонен, наверное, к росту. Что нефть будет расти все-таки. Вот. Если, грубо говоря, в районе, может, 45, она не тормознется и не пойдет вниз. Там, может, на 43, на 42. Я думаю, что на 50, опять же, ни за день, ни за два, ни за три, мы до конца года точно дойдем. Вот. Такое мое мнение. Ясненько. Поняли вас. Хорошо. Спасибо. С российским рынком понятно. Давайте посмотрим теперь, как у нас чувствуют себя роботы. Вот. Сейчас мы обновляем, запускаем. Так. Обновление. Да. Потихоньку начинаем восстанавливаться. Помню, кто не в курсе, не видел. В этом месяце, получается, был пойман стоп. То есть, поэтому был там выток 34%. Мы сейчас тихоньку начинаем опять восстанавливаться. Вот. Так что, смотрим, как это будет. По моим меркам, это может занять где-то до месяцев трех, наверное. Вот. Это чисто по отдельному роботу брать. Далее у нас следующий робот. У нас обновляем. Сейчас он обновится. О, обновился. Вот. На нем 25% профита. В целом уже неплохо. То есть, как бы, частично предыдущий убыток на другом роботе, другую корзине, он прибыльностью перекрывает, что радует. Вот. Но был словлен еще стоп на одном роботе, пока результат у него минус 15%. Это на той неделе произошло. Вот. Но этот, как говорится, стоп, он, в принципе, может отработать примерно на месяца полтора я ему даю. То есть, при текущих именно показателях. Вот. Такие дела. Так что, продолжаем работать. Режем риски. Вот. Такие у меня пока что новости. Вот. Сейчас есть еще вопросы. Давайте посмотрим. Ясненько. Хорошо. Демонстрируйся. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор. А как на этой неделе планируете торговать? Уже активный рабочий ритм или еще немного лета? Ну, скорее, наверное, по-прежнему также тоже активный ритм. В планах смотреть, наблюдать, может быть, где-то участвовать. как бы, я думаю, что рынок даст тоже определенные возможности. Вот. Так что, ну, сегодня буду следить за рублем. Возможно, что удастся, как говорится, оттануть его. Ясненько. Ну, здорово. Здорово. Александр, спасибо вам за ваш обзор. Желаем вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Всем пока. Всего доброго. До свидания. субтитры подогнал «Симон»!